большие всем привет сегодня расскажу как можно сказать в тумане бонс не имея самой игры на руках причем есть даже два способа один из которых очень даже неплох с ним в основном хочу познакомить потому что ты был то в симуляторе наверное все слышали но я даже туда пытался зайти попробовал что-то поиграть там все очень красиво но совершенно невозможно все это пользоваться разумеется может быть это просто у меня кривые руки я не могу никак смириться с интег табл топ симулятора где который имитирует обычный игровой стол и это и это глупо для электронных версий настольных игр потому что вы все равно не сделаете реальных вещей изображать что они реальные это еще хуже чем сделать абстрактно в табл топ симуляторе я заходил посмотрел на эти красоты попытался что-то сыграть это совершенно невозможно там только картинки там нет никакой механики но тема не бонз есть совершенно потрясающая программа которая позволяет не играть вполне себе как с компьютерную программу при том все сохраняются все механики сохраняется весь интерес самой игры если вам интересна эта механика и не перегружена это ненужными манипуляциями то есть вы щелчками мыши все управляете так вот табл топ симуляторы я с ужасом закрыл а вот тумани бонз для windows я поставил и там это было довольно сложно потому что у меня нет windows компьютера пришлось позаимствовать какой-то старенький поставить на него программу и с большим интересом удовольствием хочу познакомить с ней вас в рамках популяризации этой игры потому что мне немножко обидно что на русскоязычных каналах про игру прочи практически никто не знает никто не играет я уже замаялся смотреть единственные русскоязычные летсплей по игре на канале пасян шоу ну и свои тоже мне хочется чтобы они на игра появилась у людей чтобы можно было ее иногда поглядывать английском я тоже смотрю но игра как неудивительно если вы понимаете правило она даже интересно на нее посмотреть так вот не смотря на то что игра так вот не смотря на то что игра мало доступна в вы можете мне поиграть прямо сейчас и абсолютно бесплатно вам нужен всего лишь компьютер с windows после того как вы скачаете программу ссылка на будет в описании вам нужно просто запустить и увидеть перед собой вот такой стартовый экран сейчас я познакомлю как с ней работать немножко как как она устроена чтобы не было паники при виде нюансов программ она встречает выбор параметров основной игры верху можно выбрать количество гирлоков за которых вы будете играть от одного до четырех то есть можно играть полноценно за всех четырех но это жесть конечно но для для примера чтоб нагляднее мы верим выберем только одного дальше вы мы выбираем а тирана с которым хотим сразиться давайте недавно мы с дрели нам сражались посмотрим его здесь по щелчку можно посмотреть все его параметры то есть познакомиться заранее то есть это основная фишка игры что вы знакомитесь с тираном который вас ждет перед началом похода потому что вся ваша прокачка должна быть подстроена под конкретные способности тирана в конце концов эта игра это головоломка где вы каждую партию решаете как лучше кем лучше стать чтобы победить конкретного какого-то вот этого злодея например вот этот житель был болот он у нас обладает иммунитетом к яду он при битве имеет свойство бок рулер то есть болотный управитель это означает что пока на поле есть другие болотные твари бы его вообще не можете не нанести ничего то есть соответственно уже можно прикинуть как против него прокачивать но это уже как бы я отвлекаюсь уже в саму игру давайте про программу дальше вы выбираете герлока за которого вы хотите играть допустим возьмем того ту же бумер далее вы указываете сложность то есть казуал это обычно когда вам дают одну дополнительную жизни одну очко тренировки это для новичков и нормальная это где ничего вам не дают все надо развивать плюс в отличие от коробочной версии здесь есть еще интересные модификаторы где вы можете упростить или усложнить свою игру дополнительно то есть здесь можно допустим добавить жизни или убавить жизни всем выходящим врагам то есть если мы сделали минус один это значит что все враги будут на одну жизнь меньше выходить или наоборот можно добавить то есть правой клавишей вы добавляете левой уменьшаете но мы ничего этого делать не будем то то же самое для так и защиты то есть можно под себя вообще настроить так что не знаю мозги задымятся но мы делаем все по умолчанию нажимаем ok и получаем экран нашего нашего приключения что у нас здесь есть здесь во первых постоянно идет автозапись то есть если даже вылетит программа программа все-таки сделана на коленке где сделана фанатом и соответственно иногда вылетает сразу скажу уже были случаи здесь идет окно сообщающие какие-то игровые моменты ну в данном случае она напоминает нам что вы можете потратить дополнительное очко тренировки потому что вы играете на на среднем уровне ну давайте возьмем попробуем прокачать атаку как это делается здесь пока у вас включены подсказки вот галочка все что вы наводите вам появляет поясняется как что делать здесь правый клавиш клавиши вы увеличиваете левой уменьшаете то есть если мы сделаем правой то у нас появится одна дополнительная атака но он напомнит что вы не кинули не забыли ли вы проверку кинуть и дальше мы переходим к броскам броски у нас вот здесь вот наш пул кубиков вот здесь то есть мы должны кинуть 1 кубик атаки чтобы проверить могли мы его прокачать атаку или нет но это правило просто кидаем получаем кость к сожалению мы не смогли это сделать поэтому убираем и прокачаем тогда вместо этого ну давайте кубик бомбы купим у нас первая осколочная бомба мы на не будем на нее и тут показываются также подсказки как пользоваться то есть это у нас двойной щелчок это мы можем его сюда в наш пул закинуть ответственно верху описывается сама это соответственно верху по описывается сама это а граната и так мы развили наша очко тренировки сейчас осмотрим остальной интерфейс по встречам у нас вот здесь здесь у нас напоминание идет с кем мы сражаемся всегда можно щелкнуть и правой клавиши перевернуть посмотреть левой закрыть здесь у нас 11 как встреч можно добавлять новые встречи если у вас по условиям сценария это происходит можно здесь немножко компьютер древний поэтому разрешение недостаточно высокой не все влазит но вас я думаю будет все отлично здесь можно перемешать текущую колоду можно взять что-то и снова перемешать можно переместить и тирана наверх колоды это когда встреча заставляет это сделать и и здесь можно посмотреть стек врагов в данном случае у нас ничего пока нету потому что мы его просто не сформировали ну и здесь текущая ну давайте начнем чтобы было сразу было понятно как работает интерфейс мы тянем новую встречу также как мы в начале это делаем счетчик дней автоматически добавляется а здесь счетчики прогресс он автоматом не делает почему-то но это можно вбирать вбивать дополнительно итак у нас первый день это обычный наш покидая бинтар также правой клавишей мы можем перевернуть и посмотреть что мы можем выбрать и соответственно мы выберем второй вариант чтобы просто показать как еще и с лутом работать выбирая этот вариант мы можем взять лут и тренировку соответственно закроем вот этот делаем себе себе прогресс правой клавишей всегда добавляется левой всегда уменьшается прогресс приключения дальше мы можем взять себе еще одну тренировку я попробую снова прокачать атаку это надо кидаем так у нас получилось поэтому можно смело себе добавить он нам напомнил сделали мы попытку сделали так и возьмем лут лут вас берется здесь здесь берется сундучный лут здесь обычный лут отмечается вот здесь мы взяли гаджет арм это вот такая штучка вполне себе замечательная она позволяет дополнительной тренировки делать помним про это когда надо посмотрим так все мы получили получая мы все что нужно получили сейчас рековый фаза она у нас заключается в следующем здесь подсказка есть соответственно мы можем подлечиться поменять лут и так далее кстати можно поменять вполне себе но мы пока не будем мы просто сделаем разведку скаут кидается шестигранный кубик и нам показывает что следующий наш враг будет летающая гриффин с двумя жизнями давайте мы его оставим он спрашивает будем ли мы его отправлять в зад вернее за то вниз стека мы не будем мы оставим его сверху ну и после этой фазы мы соответственно тянем следующий день новая встреча мы спрашивают продвигатель нам счетчик дней да он продвинулся и у нас стандартное приключение в котором надо сразиться наша первая битва награда два очка лут и прогресс point как обычно соответственно наша первая битва в симуляторе здесь тоже все более менее автоматически смотрите у нас есть два очка это body points который здесь показывается а здесь настройка боевого мата просто щелкаем надо все вручную перетаскивать создавать эти стеки какой кошмар здесь вы нажали и просто у вас появились враги можно подвести посмотреть на них крупно итак у нас это мисс чиф с небезопасностью с тремя жизнями атакой гоблин дальний и летающая тварюшка ее надо убить с первым же ходом а потому что акс или не получится потому что нас выпала инициатива 4 и мы внизу по инициативе а куда мы сделаем но станем все равно нет сюда нам становиться нет смысла потому что а сейчас она нас клюнет и и укусит но это такое мы же показываем не нюансов так или иначе мы должны выбрать я на самом деле говорю ерунду потому что у нас дальнего боя поэтому неважно куда мы встанем мы можем встать например вот сюда чтобы просто эта птичка до нас не дошла мы встаем в уголочек и он пишет что первый враг это молодой грифон он может переместиться на два ортогонально по направлению к бумеру затем кинуть свои кубики сожалению верни к счастью он не может двигаться и мы можем его переместить вот сюда мы его переместили он не находится рядом с нами поэтому не кидает 22 куба про и мы просто переходим к следующему врагу дальше он кидает в нас соответствующее количество кубов у него один и мечев один у нас убирает здесь у нас ничего нет когда мы выбираем врага то есть двумя щелчками мы получаем его пул в данном случае автоматически стоит галочка поэтому он берет столько кубов атаки сколько у него написано мы получаем единичку атаки а как уменьшается жизнь у нас показано здесь соответственно левая клавиша это уменьшать правая увеличивать как обычно левая клавиша щелкнули у нас минуса одна жизнь он отходил сейчас наш ход и мы можем собрать нашу какую-то пул кубиков у нас ловкость 3 возможность кинуть 2 2 атаки что мы и сделаем потому что этот уже приближается набираем свой пул этот раз два два атаки у нас еще один есть гранату мы за к сожалению не можем кинуть потому что у нас счетчика нет но мы допустим начнем собирать гранату вместо того чтобы защиту делать то есть третьим возьмем а здесь двойной клик как вот так то есть добавили а вот этот кубик что у нас получается здесь мы собрали две атаки и получается у нас два элемента их перетаскивать здесь нет клавиши чтобы оказаться в зоне но есть клавиши чтобы ctrl shift клик чтобы оказаться в активной но потом просто перетащили вот сюда это сделали две атаки нанесли на нашего грифона и правая клавиша это удаление побежденного врага спрашивает да да мы его победили соответственно второй раунд второй раунд у нас остается только враг гоблин кидает опять же свои это единичка мы убрались до двух жизней переходим на себя кидаем 2 2 атаки и одну защиту у него три жизни мы его убили потому что у нас 4 атаки все наша битва закончилась мы нажимаем закончить битву и собираем соответственно соответственно наши призы то есть мы проходили вот это приключение мы можем взять два очка тренировки один одно очко прогресса и один а лут соответственно ставим а суда 22 очка прогресса я попробую добавить ловкости здесь куплю допустим будет сеть и один лут взяли один лут и у нас появилась еще вот такая штучка который уменьшает врагов вот так примерно интерфейс работает все нюансы да кстати кубики свойств они здесь есть вы можете прямо их наносить на на врагов или на гирлоков и они автоматически не учитываются но вы их видите и можете менять так как хотите здесь можно появиться допустим враги единички пятерочки двадцатки то есть если вы сделали спаун то здесь появляется список врагов в очереди то есть можно создавать эту очередь как выборочно так и наугад можно добавить конкретных врагов то есть вы выбираете список и допустим вам дали задание что нужно добавить такого-то там орка или гоблина или тролля вот обычно есть как нет не тролли по-моему есть задание где выходит как же его завали а к каменный голем то есть если вам он нужен то вы его можете выбрать и поставить в очередь сюда соответственно когда вы создаете новый сетап battle мат у вас выходит не только а воде кури 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 но и а те кого вы добавили в баде кури то есть в принципе очень наглядно если вы знаете игру если вы смотрели мои летсплеи и правила примерно знаете то разобраться с интерфейсом этой программы это буквально дело десяти минут все очень понятно все очень наглядно все так как то есть видно видно что человек который делал эту программу он игру любит и понимает я сейчас даже попробую доиграть за бумера уже без записи просто посмотреть как она по ощущениям да разумеется тут не будет физического ощущения как от игры но по крайней мере нет такого дикого раздражения как от это был топ симулятора где вам нужно все имитировать полностью как будто вы играете с реальной игрой то есть все эти кубики вы сами на вынимаете фишки подкладываете что-то перемещаете то есть там настолько много всего нужно ли лишнего делать здесь программа за вас делает всю ненужную работу вы только наслаждайтесь механикой и тем кто кого интересует эта игра я предлагаю первым делом поставить эту программу и познакомиться с ней механично что игра а может не зайти очень и очень многим она очень своеобразно очень странная и вкладывать в физическую копию очень приличную сумму денег потом а потом оказала кажется что вам механика не заходит это будет обидно а здесь вы самой механикой со самой игрой можете познакомиться понять как она играется не тратя ни копейки программа абсолютно бесплатная фанская разработка можете ставить пользоваться никаких ограничений поэтому глупо не воспользоваться такой замечательной возможностью ну и надеюсь что это видео кому-то поможет лучше познакомиться с игрой и соответственно и у меня на стримах люди потом они бонз будут больше участвовать да и надеюсь что и видео по игре как какие-нибудь появится на русском языке еще на других каналах так что пользуйтесь наслаждайтесь enjoy как говорят на английском если у вас получится поставить и поиграть напишите в комментариях как вам программа как вам игра вот в таком варианте ну и вообще насколько заходит вот такой электронный заменитель настольной игры всем спасибо и пока